Парфон Мир всем Мира Парфон никак не могу Включить Анастасия, откройте Анастасия, откройте Микрофон включен у вас Мир всем Парфон 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 Продолжение следует... 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 вопросы так то есть раньше игнать тихонич далекого нет сейчас прочитали толкование на эти два стихи я так понимаю что при моисеевом законе когда надоедала жена и и убивали чтобы избежать от этого убийства разрешалось разводиться и чтобы не происходило смуты давали разводное письмо чтобы она обратно не приходила и разрешалось брать вторую жену тут прямо сказано и не произошло смуты когда он стал жить уже с другой при этом тут даже о пролюбодеянии еще не говорится просто она ему обрыдла надоело и он возненавидел ее убивать то зачем их было а то нельзя было брать вторую пока то живая такой закон поэтому они их мочили чтобы закон как как правильно я понимаю есть развод по-итальянски раз она мешает кого-то нанял чтобы устранили по жестокосердию прямо закон принятый по жестокосердию нам еще от этого вот как я соблазняюсь это хвалится сегодня на женщину смотрит я соблазняюсь но вырви глаз и кончился соблазн лекарство то дается если соблазняет твой глаз а нет значит шоры надень какие-то колпак железный кастрюлю большую на голову потом прямо как смешно интересно он соблазняется это улицу не выходи это семён столбик семён столбик он взял себя на ноги приковал ногу к скале ну чтобы не стремиться к миру вот как есть фильм кукушка а в это время милете пришла милете это духовный отец я на златоуста епископ долго стоял смотрел на него он говорит нет говорят так не пойдет ты должен себя приковать не штырем и молотом а волею семён постоял поставил наверно правда взял скинул степи вот как маленькие ребятишки разговаривали идти в мир нет он цепь нашел притащил или иринар ростовский никто не знал они каждый думали а какой бы такой подвиг сделать а что бог знает не знает нет но людей удивить людей и вот один там лес дупло в дупле жил другой на дереве как орынгутанг а этот придумал цепь ему кузнец сковал там два метра тяжелая цепь он поносил маленько горит никак ну тогда буду колонию стоять а люди услышали каждый приходит помолись за меня еще метра два ему прибавляет наконец у него огромная куча железо цепь связана и уже экскаватором не поднимешь то а он на них теперь улёгся спать иринар ну думали еще или нет а теперь решил другой город эти там поклонение ты ну как люди иди оденься пошел бы стихом на мороз тяпнул 45 градусов он пальцы отморозил вернулся домой больше не пошел пальцы гнили гнили пока не отпали это богу так угоднее и сегодня попы это защищает ну так ты хоть один тарас пешком пройди дома до куда там до соседа то едет на каких кадиллаках все это нарочно страха божия нету главное по евангелию сейчас только встретился какой-то там не подкинули один ролик новый какой-то священник или романах сидит и меня судит по фамилии называет ага говорит он совершенно писание не знает прямо вот я говорю но я говорю то согласно слова божия что надо идти а вы сидите просидели мусульманство возникло два миллиарда православных профукали я чё говорю то вера то от слышания на то что ты пыхтишь сидишь нападает еще не знает так и здесь вот пустила и на этом конец назад ходу ей нету дал он не дал однажды было у них там развод то нееме съезды пришли а там половина и священники начальники иноземных жен набрали и они на половину говорят по азотски на половину по еврейски сделали развод я представляю какие караваны потянули все страны никто не поймет доходили по-хорошему так вот эти два смутьяна пришли и всеобщий развод устроили а это мы знаем было были благословенные от бога люди они сохранили целость на чистоту нации вот на все надо смотреть через призму священного писания у тебя цвет будет другой отошел так вот здесь вы сказали что назад ходу нет если он дал ей разводную иеремия 3 глава 1 стих прочитай иеремия не я сказала сказал господь я только повторил так 3 глава до 1 стих говорят если муж отпустит жену свою и она отойдет от него и сделает жену другого мужа то может ли она возвратиться к нему не осквернилась ли вы этим страна то а ты со многими любовниками блудодействовала и однако же возвратилась ко мне говорит господь мусульман наоборот то ли это не расслышал кто там писал или еще прямо что если она ушла развелись то она не может вернуться пока не сделается чьей-то женой хотя бы на ночь он да скажет была со мной спала все теперь можешь к мужу возвращаться совершенно на на наоборот что тут говорить то сравнивать даже не с чем вот но назад ходу нет если она вышла за другого замуж это это понятно а если не было вины прелюбодеяния и просто она ну не покоривая вот тогда после развода он дал ей разводную больше не будешь не покоряться я другую найду пужануть такое решил так она но и вроде как это давай разводить потом она подумала то пожелата месяцок одна то тяжко ей ведь я все поняла верни разреши мне вернуться к тебе можно тогда принимать ее а вот ничего об этом писании нигде не говорит такого значит или не было или на произвол доказать нельзя было бы лана был не было с кем я думаю что если только это не доказуемо было как бы не попасть под этот закон евреи были очень щепетильны в этих вопросах написано не вари козленка в молоке матери а как так ну подоил козу молоко а его зарезал и вот на молоке сварил а зачем же варить но это очень вкусно хорошо вот чтобы не варить евреи что я не знаю евгений тропкота здесь нет мне надо узнать сегодня соблюдается или нет у них столовой два окна в одном мясное в другом молочное и чтобы не нарушить это правило один человек не может взять одновременно молочным и мясном или там бери или здесь а в обед или когда придешь вечером тогда другое возьми как надо мы у себя в лагере это тоже ввели иногда приезжали ребята с консервами мясными мясо а ну нас творог сметана что бери то ли другое так а почему прислонились к евреевском да ни к чему просто экономии другой лопает не знает меры это с другой позиции зашли раз так где-то делает люди ну давайте мы хотя по другой причине но сделаем так я не ребята которые привезли консерву положили в сумку не стали есть стали свежий творог молоко сметана вот так наталья лапкина выключите микрофон налила на вы слышите меня шумного вас выключите микрофон пожалуйста благодарю так но здесь нам толкователь как бы намекает на то что нужно ее простить только но этот становится прелюбодеем кто возьмет ее то есть ту жену которую бросил потому муж потому что если бы никто не взял ее она быть может возвратилась бы к прежнему мужу и покорилась бы ему то есть ну четко говорит у неё у неё у неё две стороны либо покориться вернуться либо одной оставаться естественно она может выбрать второй вариант зачем же второй вариант и отсекать то я думаю это это толкователь говорит а он-то на чем основывается меня вот что интересует она на чем основать это не на чем а может вернулась оттуда вывод что разрешалось разрешалось принять но было бы стоит под если я про это тебе и говорю мы не знаем неопределенность а ввиду неопределенности ты не связан по рукам и ногам откуда жена знаешь не спасешь ли мужа нет мы сейчас не они говорим о верующих не верующих когда оба верующие но она не покоряется произошелся развод не из-за прелюбодеяния развод то может из-за чего угодно сейчас 12 причин выставляет вместо одного развелись она помыкалась помыкалась сказал какая же дура то была за языком не следила ты серёжа не трать на это время то этого времени нет ушло все 2000 лет назад еще и закон это будем уссировать нету сегодня нету это у мертвое мы мертвого закона ворошим мертвые-то на мертвые институт семьи-то разрушен отойди с 7 главы 1 коринфянам виде занятия дальше вот июля субботина задает вопрос по теме я не могу как бы вести дальше что у меня подгонять люди спрашивают иначе им непонятно если муж нашел другую то тоже нельзя замуж выходить речь идет о том что было тогда до прихода христа если нас это будет интересовать до точности можем ошибиться а разницы нет никакой закона тот ушел его нету разводиться нельзя было по одной только вине сегодня у христиан она вернется его ее право василий говорит она может принять правила василия великого даже если муж изменил то лучше чтобы жена простила терпится слюбится а то чё разбирать так когда его нет этого закона у нас нигде он умер с приходом христа там все соблюдалось чисто нечистая пища а у христиан ничего этого нету принимается с благодарением с молитвой еще нам там разбирать то я вот проще сказал то есть вы не не ответили на этот вопрос если муж нашел другую но сегодняшний христианин то тоже нельзя замуж выходить жене христианки то есть там сказано когда как что если при живом один вопрос живой или не живой если при живом выйдет называется прелюбодейцы при живом он не ранее снова венчают и что угодно делать справку принеси только загса то ну он уже не муж он уже прелюбодеи он уже с другой живет и ей нужно хранить верность прелюбодею я отвечают на третий раз уже что если простила то может она никуда не выходила она не виновата его простила она а так прелюбодейка то он допустим обратился он примет тогда когда уверовал но прелюбодейка там один на два дня она была отпустил ее а жена вертят я прощаю друг всего может согласно этого правила то есть она ему за измену может простить но за измену изменой она не имеет права отвечать должна хранить ему верность пока он нагуляется и вернется обратно то есть а то жена если второй раз замуж выйдет а он покаяться уже будет закрыт доступ к покаянию у нее вторая семья она скажет иди танк с которой спал я теперь мертвец другой муж этого нельзя делать я так понимаю сергей еще такой правильно я понимаю если прелюбодейка ну все уже прелюбодействовала то она уже даже и по смерти мужа она уже не имеет права ни за кого если хочет спастись ни за кого выходить она должна одна остаться до смерти правильно я понимаю ну покаяние в прелюбодеянии то есть что такое прелюбодеяние это измена то есть измена жила с одним и изменила ему с другим вот она должна покаяться она должна того другого бросить обратной дороге нет он ее не прощает и не должен прощать описание тут иеремия мы сейчас читали не разоротилась бы тем самым вся земля а то некоторые бы скажут а я сейчас налево схожу попробую там за более богатого если поживется останусь но не поживется обратно к этому вернусь нет захотела жареного вышла за богатого он тебя бросил тоже за языком не следи что там не покаяешься она я обратно вернусь все поиск ушел одна должна быть и еще раз это мысли ушел чуть-чуть непонятно я ну все она она одна до смерти должна быть если хочет ну если какой-то надежда есть она хочет все-таки наследовать вот это мне тоже не непонятно то есть она мужа изменила вышла замуж за другого теперь ее муж умирает и теперь она может выходить в какой же это покаяние теперь если фона вышла замуж за другого истинно у нее покаяние она теперь должна даже мертвому хранить верность если это истинное покаяние если она привыкла по мужикам скакать ей какая разница 5 6 25 как он стоит у тебя было пять мужей и ныне которого имеешь не муж тебе вот это да откуда он все знает про меня но она не стала как бы говорит а что ты меня оскорбляешь она сразу покаялась и приняла словом христа что ты там про меня в мою личную жизнь она не говорила он и как будто кино про мне все показал что у тебя было пять мужей ныне которую имеешь не муж если она прелюбодейка должна конечно при условии если это истинное покаяние если нет истинного покаяния то ничего и нет мне туда непонятно почему должны хранить верность прелюбодея если не было вины прелюбодеяния тогда развелись тогда да живи один жди пока она там уверует или когда там пока там от ереси от какой-нибудь откажется там вернется в церковь ну так господь и нам и здесь пока кроме вины прелюбодеяния не было вины прелюбодеяния прощайте друг друга была вина прелюбодеяние жене рекомендуется прощать мужу рекомендуется не прощать ссылается на иеремию не разводилась бы тем самым страна-то и тут же господь продолжает но я простил вас поэтому можешь и простить любодейку ты понимаешь если у нее искреннее покаяние ну бес попутал по пьяной лавочке там опять же какая же христиан христианка будет по пьяной лавочке изменять что то другое продолжим всем все понятно идем дальше матфея 5 глава 34 33 стихи еще слышали вы что сказано древним не не приступай к клятвы но исполняя пред господом клятвы твои толкования то есть когда клянешься верно исполни то в чем клянешься господу ибо если нарушишь клятву будешь осужден вопросам пятая глава 34 по 37 стихи а я говорю вам не клянись вовсе не небом потому что она престол божий не землею потому что она подножия ног его не иерусалимом потому что он город великого царя ни головою твоею не клянись потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным но да будет слово ваше да да нет нет а что сверх этого то от лукавого толкование так как иудеи слышали от бога небо престол мой земля подножия ног моих исайя 66 1 то и клялись сими предметами но господь воспрещает им это впрочем не потому что небо прекрасно и огромная земля полезно а потому что чтобы не подать повода им к идово поклонству так как эти предметы у клянущихся ими легко могли быть признаны за божество как это прежде и было один бог клянется самим собою потому что не зависит ни от кого а мы как можем клясться своею головой когда не имеем власти мы не свои если же думаешь что голова есть твоя собственность то перемене если можешь хоть один волос дабы ты не сказал как же мне поверят он говорит поверят если всегда станешь говорить правду и никогда не будешь божиться потому что никто так не теряет доверие как тот кто часто божиться божба кроме да и нет есть дело излишнее и происходит от дьявола но ты спросишь неужели и закон моисеев был худ когда повелевал клясться знай что в то время божба не составляла худого дела но божиться после христа есть дело уже худое подобно как обрезываться и вообще иудействовать сосать грудь младенцу прилично а мужу непристойно мы более не под законом но под благодатью комментарии игнатия лапкина на слова божиться после христа есть дело уже худое царская россия именовалась православным государством но несмотря на это принуждала всех своих подданных и православных и не православных клятвы при поступлении на военную и гражданскую службу так как присяга была не просто торжественным обещанием но в ней присутствовали слова клянусь 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 божиться после христа есть дело уже худое связи с этим православные богословы божиться после христа я сделал уже худое связи с этим православные богословы вынуждены были оправдывать такие противоевангельские поступки говоря что запрещается только клятва ложная такие объяснения мы можем увидеть и про турея григория диченко у архиепископа иверки атаушева и у других божиться после христа есть дело уже худое опять цитируется фишелак однако вот что говорят об этом святые отцы цитирую клятва вообще запрещается тем более достойно осуждения клятва данная в злом деле святитель василий великий еще цитата весьма плохо и давать клятву и требовать ее в обоих случаях оскорбляешь правду как избежать клятвы приобретем такие нравы которые бы унушали доверие избегая всякие клятвы но чем же уверить других словом и жизнью удостоверяющий в слове сделай чтобы посредником твоим были твои добрые нравы святитель григорий богослов соглашайся лучше понести ущерб чем дать клятву преподобный ефрем сирин поистине если клясться дело дьявольское то какому нареканию подвергнет нас преступление в клятву тяжек этот грех клятва потому что не кажется таким потому я и боюсь его что никто не боится его потому эта болезнь неизлечима что она не считается болезнью бог угрожает разрушить дома клянущихся чтобы этим наказанием сделать других более благоразумными принуждающих к клятве еще неизбежнее чем тот кто клянется подвергнется наказанию равно как и тот кто клянется когда никто не требует если кто не желает прекратить клятвы то я запрещаю такому человеку приступать порог церковный клятва поистине есть дело сатанинское освободимся от этой сети убоимся заповеди господа приучим себя к лучшему чтобы простирать вперед чтобы простираясь вперед и исполнив эту и прочие заповеди сподобиться благ обещанных любящим его клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания кроме пренебрежения к имени Божию умоляю вас помните об усекновенной главе Иоанна она как бы говорит ненавидьте моего убийцу клятву святитель Иоанн Златоуст и еще цитата дает ли кто верную клятву или нарушает свою клятву подвергается наказанию поэтому избегай клясться и несправедливо и справедливо преподобный Нил Синайский не клясться значит и не требовать клятвы ибо если не хочешь сам клясться то и от других не потребуешь клятвы по следующим двум причинам вопрошающий или стоит в истине или напротив того лжет если человеку обычно стоять в истине то без сомнения он и до клятвы говорит истину а если он лжец то лжет и поклявшись преподобный Исидор пелосиот тем более недопустима никакая клятва или присяга безбожному светскому государству божиться после Христа есть дело уже худое вопросы у меня какие мысли то есть есть у меня слышно да можно шизофрении заболеть поскольку практически все против Евангелия в современном православии раздвоение такое прям идет прям радикальное причем чем глубже погружаешься в евангельские истинные знания то ну реально я не знаю куда куда бечь ну куда два пути Христос говорит я есть в пути истины и другой путь широкие врата ведущие в погибель у нас свобода выбора либо идем за Христом по евангельскому пути либо слушаем уже толкователей извращающих Евангелие какая необходимость клятся если ты все время говоришь правду какая необходимость требовать клятву у человека которому ты доверяешь а если ты ему не доверяешь то и не общайся с ним ты знаешь что он безбожник, ложец а ну-ка поклянись там сердцем матери зачем так Сергей выходит из этого всего первым первым кому нельзя доверять это священнослужители епископа, священие волки лютые написано из вас самих восстанут лютые волки нещадящие нещадящие стадо и будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою говорят мирское и мир слушает их а что ему против власти попу говорить-то эта власть пойдет у него храм отнимет придется идти на стройки народного хозяйства ему это надо поэтому он будет говорит идите в армию давайте присягу берите в руки оружие ибо написано дальше цитату приведет еще из библии нет больше той любви чем кто душу положит за друзей своих при этом другую цитату он почему-то не приводит любите врагов ваших благословляйте горящих вас и поклинающих вас голоден враг накорми и жаждет напой как это ты его сначала застрелишь потом накормишь напоешь или или накормишь напоешь а потом застрелишь чтобы он границу не перешел так вопрос о клятве есть но здесь почему-то она клятва сравнивается с идолопоклонством здесь я не совсем как бы мысль уловил то есть божица после Христа есть дело худое то есть до Христа клялись клялись и ничего страшного не было почему а тут сказано что клялись небом и небо было как бы вместо Бога как идол Бог небо Бог войны вот это имеется ввиду наверное клятва замешана на идолопоклонстве получается поэтому Бог отменил клятву потому что не веря Богу не веря Слову Божию не веря христианину это то же самое Господь говорит верили мне будут верить и вам гнали меня будут гнать и вас вот показатель и поэтому а требующий клятвы он не верит христианину ты говоришь ему истину он говорит а ну поклянись а что ради я буду клясться я всегда правду говорю ты мне не веришь ну это твой выбор иди широким путем вас спорит тот кто ничего не знает а кто знает тот возвещает истину христианину истину возвещает а тот ему говорит да ну-ка поклянись я тебе не верю и что я буду клясться ну что же зачем Игнать Тихонич вам слово толкователь тут определенный говорит чтобы тебе верили без клятвы никогда не лги я могу сказать у меня в жизни все-таки уже доживая до 80 вот через год ни разу ни следователи кто меня допрашивали в КГБ и не требовали клятвы нигде и ни разу с другими разговаривали да требовали где-то а почему каждое слово которое я говорю он записывает он знает по-другому нет и вот приходит одна же следователь я еще под следствием сижу в тюрьме и он говорит вот такую-то допросили там на Украине женщину Антонину а ее показания с вашим расходятся так кому мне верить я говорю ей конечно а почему да речь идет о пленках пленки катушки я один экземпляр там отослал в Харьков то они там размножили а эту Антонину я не знаю а кто ей дал-то она говорит называет все ей верить у нее это все-таки две катушки а у меня 2500 ну разница же есть две я помню-то откуда кто приезжал следователь записывает то есть я предпочтение полностью отдаю ей а не себе а я говорю мне сказать нечего я не знаю откуда она получила эти кастеты ты говори всегда два варианта говорить или молчать говорить истину единственная истина ничего кроме истины и к этому приучи детей которые рядом сурово наказание введи чтобы они знали за ложь будешь наказан десятикратно все дети поэтому что-то сделают он сам бежит ребенок и говорит я все равно его накажу ну по мере по разумению поэтому ничего не надо толковать живи так у нас да-да я сказал да значит я стою на этом да нет значит нет не уговаривай а что сверху этого клятва там что-то от лукавого все настолько все ясно а то в армии в армии из одной клятвы я не могу служить священник дает присягу ну я не знаю как присягу к клятвию приравнивать не приравнивать священническое но там клянусь нет этого слова я не встречал но все равно как-то надо обойти да вот у нас было когда устав прислали когда мы от русской православной зарубежной церкви регистрировали общину а там называется нормальный церковный устав это как все было и там написано староста он дает там присягу что будет выполнять мы сразу поставили вопрос перед еписком присягу давать мы не можем мы говорим обещаюсь обещаю своими Господа Иисуса Христа нигде никогда не лгать и все делать на пользу церкви а у нас приняли это и мы это включили исправление и так зарегистрировали общину ну просто надо по серьезному жить а жизнь слишком короткая не успеешь глянуть и уже все закончилось вот я тебе хотел сказать никогда нигде никому не лгать и самому себе не лгать а если не знал да и дальше говорил а оказалось это неправда всю жизнь говорил что земля плоская плоская оказалось что шарообразная что лгал лгунишка не доверял тысячам ученых на свою безграмотно все свел свел так продолжим евангелие от мотфея 5 глава 38 по 39 стихи вы слышали что сказано око за око и зуб за зуб а я говорю вам не протився злому но кто ударит тебя в правую щеку твою обрати к нему и другую толкование книга исход 21 глава 24 стих законы снисхождения допустил право равного возмездия дабы не обижали друг друга и дабы обидевший боялся подвергнуться тому же чему подвергнется обиженный злым называют здесь дьявола действующего посредством человека показывая сим что бьющий распаляется дьяволом и так уже ли дьяволу не должно сопротивляться должно только не обратными ударами а терпением ибо огонь гасится не огнем а водою впрочем не думай что здесь говорится только об ударе в щеку нет но и о всякой другой обиде я слышал такое толкование на это место вот здесь именно сказано ударит тебя в правую щеку и подмечено что почему в правую если обычно там правшие люди если он тебя правой бьет с правой то получается что он бьет тебя по левой обычно бьют справа налево как замах и он подметил что правую это значит он тебя с правой руки бьет сзади и как раз он тебя по правой щеке это и попадает если он сзади то бьет бьет сзади это вот именно обида неожиданная как в салмах поется в общем смысл ели из одной чашки ходили вместе в храм божий и тут вот такая обида получилась предательство сзади неожиданно не ждал не гадал если спереди то бьет видишь лицом к лицу как-то можешь защититься блок поставить уклон сделать неожиданно то есть это говорится именно об обиде обидели тебя могли словом тебя обидеть кольнуть еще больнее чем лучше бы уж полху зарядили чем такие слова он говорит можно перенести рану но нельзя перенести рану сердечную и нельзя отвечать злобно зло злословием на злословием сделали тебе обидно а я там щелух я ему начинает внутри злобы кипеть и господь ставит вот такую прививку противояди против этого виду а я говорю вам не протився злому то есть надо понимать что это его дьявол научка он может быть уже сто раз в этом покаялся раскаялся ты его будешь мстить а потом опять он тебе припомнит поэтому прости ему помолись и он видят твое великодушие а если ты назло еще и добро матве ответишь как в фильме притчета он ей помои поставил под дверь она вышла и по-моему облила она пошла яблоко отнесла он удивился ее великодушие кто чем богат тем и делится потом раскаялся и там помог кучу мусора перекидал фильм притчи такой матфея 5 40 и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку отдай ему и верхнюю одежду толкование отдай ему и верхнюю одежду когда поведет тебя в суд и станет делать тревогу а не тогда когда просто будет просить ее у тебя суд не совсем понятно то есть подаст на тебя суд какие-то там ну видимо человек то виноват на которого в суд отдали и нужно до суда урегулировать этот конфликт то есть так я понимаю или может быть даже он оклеветал тебя а ты вместо того чтобы там как вот это Игнать Тихонович понять то есть когда поведет тебя в суд и станет делать тревогу а не тогда когда просто будет просить у тебя ее ну понятно что рубашку о рубашке речь дай мне рубашку с чего ради я тебе буду свое отдавать что значит судиться с тобой и взять у тебя рубашку то есть незаконно получается он хочет у тебя рубашку твою отнять для имущества речь это суде судебная тяжба идет или за землю за квадратный метр или то что у тебя отнимают претензии на что-то если это мне а человек присвоил то другое лучше отдать пока дальше не разгорелось требует это отдай и дай во славу Божьей скажи во славу Христа а не то что я иду дорога встретился ученик пятого класса дед дай мне твою рубаху я разделся отдал ну давай сюда ту журку твою командирскую и все бы ему отдавали люди не знают толкования начинают насмехаться над этими заповедями когда идешь в суд говорит высчитай с 10 тысяч против 20 устоишь или нет ты не знаешь что на той стороне будет мне пришлось очень много судиться очень много и никогда никому нигде ни одной копейки не пришлось платить у меня изъяли они клеветали их заставили оплатить подрыв репутации и опубликовать по телевидению в газете и прочее если ты пошел в суд у тебя должна быть очень сильная оборона ты вышел на тропу войны а почему а по другому нельзя если они докажут что правда лагерь закроют речь шла у нас слишком о многом и никогда не могли доказать интересно прокурор края у меня хороших отношений генерал-лейтенант а судья казалось его жена вот как бог делает так и она никаких развернула все сделала как положено они насели верили что ГТРК тут не возьмешь там профессора еврейская организация ВНСР там много против меня было все было разгромлено и все претензий никаких нет оплатили все что требовалось просто надо понять когда тебя влекут в суд все на этом и закончилось все то есть надо различать еще когда твоя личная рубашка тебя там ну твое имущество там тяжба из-за твоей земли которая еще спорной или когда за тобой стоит общее дело ну такое например как лагерь то есть там уже это не то что там за тобой люди верующие то есть ты за них должен заступиться а не так а лагерь требуйте ну и закроют и ладно но однако же вы когда тяжбы были то в то время вы судились а сейчас вот уже в это время не стали ничего хотя суд и был но однако лагерь то закрыли но это только формально мы закрыли а на деле то все так же продолжается ничего такого нет вот везде пишут лагерь закрыли его никто не закрывал я его сам расформировал я основатель доказано было что община ни при чем свободно единолично его организовал 45 лет прошло и ликвидировал его всех распустил сразу на следующий день собрал собрание дальше провели и сказал мы покупаем несколько домов и в них начнем в деревне расследителями приезжает все и везде лагерь закрыли не закрывали такого решения не было они приостановить хотели на 90 дней а когда они выносили это решение приостановить уже прошла чуть ли не неделя что лагеря нету они били в пустоту потом им уже доказали и бог дал такую судью которая все решила ни рубля Роспотребнадзор не вырешил такого не бывает штрафы на лагеря налагались в один полтора миллиона ни рубля но я долго искал этого судью наконец нашел и отблагодарил ее подарил книги вместе встретились ну благодаря нашему адвокату все вот но они так говорят что лагерь закрыли потому что они хотели его закрыть и фактически-то раз он расформировались расформировали лагерь то и получается что они всем говорят что мы благодаря нашим действиям Лапкин распустил лагерь то есть мы его закрыли мы которые хотели чтобы его не было то есть они думают что они своего добились хотя на самом деле вы очень мудро поступили ну вы хотели чтобы мы закрыли ну я закрою а буду под другой единой теперь у нас не лагерь а у нас духовная эта работа как велась так и будет вестись душами очень мудро опять же Сергей это ты так говоришь не хотели они они приостановили только о закрытии лагеря даже разговоров не было но я-то вперед просчитал на их стороне суды прокуратура полиция все на их стороне только одного распотребнадзора 110 тысяч человек какие зарплаты получают я понял что они не дадут ну что ни с того дерева разделочная доска ну она у нас из клена она да и из березы ну я пошел к Андрею он сразу в этот день уже сделал мне несколько досок но они говорят еще и не это кожурки которые от картошки мы должны отдельную яму сделать огородить ее мы сразу выкопали яму загородили и туда нечего сыпать я говорю мы все отдаем в деревню но по уставу положено мы положили то есть они что у кастрюли сверху у покрышки отбитая эмаль была там на полсантиметра и это записали ну какое-то нарушение смешно даже лучшее доказательство что мы поступаем правильно 45 лет ни одного больного ни одного заразного а вот из колодца брать воду нельзя а как а только из крана какой кран-то когда в деревне живем у вас хлорированная вода как в Германии ее трижды там спускают в рейн там чистят оправляются спускают там еще ниже перепад у нас чистейшая вода но они ну не такие же дураки то неужели они не понимают им надо доказать что они вот приехали приехали со своими понятыми и сказал вам надо это ну вы попробуйте в воду приехал замглавы администрации Алтайского края Шохет Яков Нахманович я вот знаю доктор медицинских наук побыл везде в колодце выпил взяли анализы выше среднерайонных намного лучше воду брали молоко брали анализы пищу брали нигде ничего нету а потом а вот нашли там палочки ну что палочки бревна я говорю мне это какое дело до вас а которая смотрела говорит она берет которая палочку сначала за ухом пощесалась так ты из-за уха там проверку ты взяла а не то что у нас есть если у нас какие-то палочки кто-то подавился бы я говорю вот они дети веселые ни одного больного нету какое доказательство весь Роспотребнадзор для того чтобы дети не болели у нас и не болеет ни два не три года 45 лет мы единственный лагерь был в Советском Союзе христианский православный но мы показали это я сразу высчитал что дальше не надо в операции мы уходим в лучшее место и все а это они подумают мы наставили этого никто никогда нигде не говорил дело в том что на следующий год год весной мне пришел вызов чтобы я пришел данные подал о лагере потому что у вас лагерь они еще даже не отметили что его нету здесь в крае на улице Ползунова что мы должны вот это вот сделать вот такие документы подать вот это вот то есть узаконить они считают что они про суд даже не знали у них нету это все было там за кулисами я говорю а мы лагерь этот уже убрали мы не будем регистрироваться как то есть они не ожидали этого хода никак вечером ночью только приехала полиция а на утро я уже собрал людей и мы ликвидировали они еще не знали я не люблю ходить по уголькам мы должны всегда идти на 2-3 шага впереди их вот так ну у меня сейчас несколько похожая ситуация вот площадку там не разбомбили это ходила с главой администрации разговаривал ну он выступила жалоба не хуже как на лагерь несанкционированная свалка шин я говорю новую свалку говорю от забора то можете отличить причем забор покрашенный был красно-бело-синий цвет стоит глазами хлопает ничего не может сказать сидит ну а вы знаете что сейчас по новому закону даже если шуруп в дерево вкрутил вот как у нас в лагере табличка это продетский православный лагерь и дерево растет и шуруп в дерево уголовная статья я смотрю на него господин дерево засидит я говорю так вам что говорю важнее дерево или безопасность людей я-то огородил ради безопасности людей которые в парке бегают чтобы мои собаки их не пугали и тут же как меня не слышат ну а если на меня собака бежит я же не знаю дрессирована она или нет так я говорю ради вас огородил мне-то это ничего не надо моей собаке дрессировано мне загородка не нужна вы говорю боитесь собак я для вас а вы знаете что уголовная статья если дерево спилили а вы знаете что незаконное завладение землей я думаю да закрыть все отступиться может бог даст что-то лучше я сейчас узаконю с меня начнут налоги какие-нибудь драть или еще что-нибудь аренду с нашим государством азартные игры играть очень опасно сергей директор предвидите такую командировку а потом учителя его привезли он такой учителя на коляске он говорит вам его не убить вот сейчас что говорить и делать он уже знает он опережает события и так и получилось я начальника уголовного розыска убил и президента убил профессионал в духовном плане я беру теперь надо понять кто не смотрел посмотрите профессионал называется там где пардея играет кажется все пошли дальше а дальше вопросы сейчас прошел кого какие есть не успевая наушники снимать не успевая наушники снимать давайте вопросы задавайте потому что ты на лето отключи занятия уезжать будешь и вот на следующую среду или даже пятницу на следующей неделе пятницу уже все прощаемся в субботу мы уезжаем через две недели полторы недели вот смотрите я на ролике выступаю выпускаю очень большие ролики письменно вот как беседовать с разными сектантами вот сейчас такие я кое-кому скидывал дальше как воспитателей готовить как воспитать самих воспитателей в каком возрасте дети посмотрите это очень большой и ценный материал как у меня вот люди допустим разбито на 24 категории как их спасти от смерти первое это тот смеется и говорит бога нет второе что библия недействительная и дальше я бы пошел но боюсь и 24 категории я уже выставил этот ролик я целыми днями сижу здесь чтобы вам дать хорошую ну пищу на долгие годы готовьте свои вопросы кто нужен по скайпу тем более наша группа небольшая дальше я только 10 октября буду если господь даст жизни вот второго уезжаю третьего будет двухсотлетие потерявки 200 лет вот господь же так сделал в один день а это будет как бы день открытых дверей да я так и сказал как бы открытых дверей но сначала спросить разрешение я дам маршрутку что с собой взять приехать третьего и третьего уехать без ночевки что с собой взять какая программа будет я все описываю то есть я правильно понял допустим вы человека знаете он вам звонит и говорит я хочу походотайствовать там вот привезти посмотреть такого-то такого-то и вы даете разрешение я доверяю я ему отвечу да чтобы не курящий был женщины никакой бижутурии не было платье какое надо то есть поехали приехали по форме все это воскресный день работать у нас никто не будет есть такие которые просятся но кому можно то дадим а курящий мне бесполезно он все равно где-то прячет курева слабый народ незнакомым вы будете давать разрешение на приезд будем давать когда он даст характеристику свою а я его очень быстро я проверю в течение одного часа то есть вы с каждым планируете до дня открытых дверей кто желает приехать по часу побеседовать чтобы были приехать на литургии побыли потом будет трапеза концерт и экскурсия и по домам вы планируете второго утром уехать и там останутся он за счет 10 за одну неделю мне туда-сюда ездить а какой прок то я за неделю хоть маленько по прудам подправлю что а ребятишек вам тогда 10 привезти 10 ребятишек привозить 10 все условия чтобы были приняты родители согласились и лучше если с родителями в прошлом году у меня Наталья Чернова была она в отдельной домике потому что там с мальчиком что было приехали баптисты крестить им еще один домик дали приехал ты с собаками тебе отдельный домик дали то есть мы очень сильно вооружены отдельно Никите там мальчики у Володи девочки люди там тогда у меня была Марина одна и нынче Марину Бог даст там был у нее мальчик а нынче девочка все это Господь усматривает ну что замолкли друзья давайте вопросы ваши это Марина какая собирается я вижу ее здесь она сидит христианка да ну вот вы надолго собираетесь на все лето хотела бы с дочкой да да это Господь так делает она многое многое здесь возьмет пойдут ягоды будет собирать если возможно даже кое-что и домой захватит каких ягод нету плавника купаться каждый день будут и здесь вместе у нас занятия идут и работа и все это была без рук без руки Марина она очень работящая она везде все брала я ее от кухни отстранил на кухне чтобы мне нож не брала в руки не дай бог я говорю она этой культе держит ну зачем ну зачем мне нужно если она приедет там я отдельно где-то бы ей дал но мальчика она хочет послать Колю и вот эта близкая Галина она хочет его где-то там встретить за ним туда в Красноярский край седет на машине привезти и вообще какой народ вот у нас подвижники так но она на сегодняшний день сколько человек уже которые хотят приехать два два один на несколько тоже может на месяц поработать Николай звать его из Алика с Москвы а это с Украины и Господь как-то усматривает я гляжу здесь Елена Киряйкина еще она не просится отдыхать к нам приехать поработать ну что так ну у нас еще 20 минут давайте а если еще нет давай дальше продолжай только не останавливайся а то много времени на пустом останавливаемся мосфея 541 и кто принудит тебя идти с ним одно поприще и иди с ним два толкования самое тело твое отдай если кто насильно потащит тебя и сделай для него более нежели сколько требует мосфея 542 просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся толкование враг ли то друг ли или неверный просит притом у тебя денег или другого пособия дай ему по твоей возможности взаймы же дай не с ростом но простой заем для пользы ближнего ибо и во время подзаконное иногда давали займи без процентов вопросы матфея 5 43 45 вы слышали что сказано люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте проклинающих вас благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и горящих вас да будете сынами отца вашего небесного ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных толкование достиг верха добродетелей ибо что выше сего но и это не невозможное дело моисей и павел больше себя любили враждовавших против них иудеев и вообще все святые любили врагов своих и таким образом получили обетование их должно почитать благодетелями потому что всякий кто гонит и обижает нас уменьшает наше наказание которому мы должны подвергнуться за грехи с другой стороны и бог весьма вознаградил нас за сие видишь какое благо доставляет тебе тот кто гонит и обижает тебя если только ты терпишь под дождем и солнцем разумеет благодать святого духа и учения так как христос на всех изливает благодать и всех получает кто принимает учения тот живет во свете так как и тот кто при солнечном свете зажимает свои глаза остается во тьме вопросы евангелие от матфея 5 глава 46 стих ибо если вы будете любить любящих вас какая вам награда не тоже ли делают и мытари толкование вас трепещем мы не подходим и на мы не походим и на мытарей если ненавидим любящих нас евангелие от матфея 5 глава 47 47 48 стихи и если вы приветствуете только братьев ваших что особенного делаете не так ли поступает и язычники и так будьте совершенны как совершен отец ваш небесный толкование одних любить а других ненавидеть есть несовершенство совершенство же состоит в том чтобы любить всех небесный отец любит всех и всех призывает к спасению нам должно уподобляться ему и здесь возникает Игнать Тихонич некое противоречие впереди мы читали что Господь говорит если правый глаз соблазняет его а ты любишь этого человека то неправильно делаешь а здесь говорится что нужно всех любить в чем тут загвоздочка я не вижу ее какая загвоздочка в чем ну здесь говорится любите всех а там говорите не любите мира того что в мире ну как бы то любите то не любите пойди разбери кого любить кого не любить там то слово любить ты спроси любую бабушку скажи у тебя внучки есть ты их любишь она любит а что ну что ешь больше спи дольше ну вот вся любовь понятно сегодня если по высокой норме брать как только внуки появляются этих стариков ликвидировать больше никак ну то есть куда-то отправлять там чтобы они учились или переучивались так и здесь что значит любить строгости скажи удержи наставь обречи о чем пророку Иеремии было сказано истреби истреби все а потом насади все это не любите мира не того что в мире прямо говорится любить всех это означает всех направить к спасению а одного добром а другого гнушаясь даже за одежды которая сквернена плотью даже одежды не прикасаясь у нас такие были только могли в кочегарке раздеваться у нас это выполнялось всегда вот он там запил два года за дверями стоит проходит уже третий год он подходит ко мне и говорит ну дескать а когда мне можно будет пойти я говорю а сколько тебе да уже два с половиной года ну пойди сегодня к батюшке сходи наиспо я гляжу теперь стоит не выходит он кажется и прищищался даже уже а кому нужно в церкви то где покажите мне конкретно приход а приходов то и нет там общину там не поймешь проходной двор в какой церкви в каком храме это исполняется руками махать это проще всего вот и все как у нас там Никита расшевелил и теперь не знает как прятаться это еще вообще даже и все говорят да у него же не все дома вы же все время видите и что спрашивать и придумать что женщина которая кланяется она ему смущение водит и нужно что-то с ними женщинами делать я говорю это как у Лавана Яков когда был когда овцы были на водопое козлы на них поднимались поднимались то есть ну гуляли то есть осеменяли увидит женщина склонилась да ты что как животное что ли я даже все показал как это даже момент совокупления и то дурацкий какой-то скотоположный и вот давай теперь студия то что там делать да ничего сейчас выставили в коридор там устав где написан и читает я сейчас смотрел где-то в другую сторону и туда там отдельная комната чтоб там стоял как вестенний жеребец он хотел свободы я ему свободу дам такую он задохнется сейчас оказывается Господь Богословит приехать это тихий дон и говорит там Гришке земли надо да у нас ее заглонись это земли заглонись вот и все было из-за чего драться тебе нужно свободу я тебе дам свободу получил блудный сын когда ушел что он получил свиной корыто ты это получишь жить у меня больше не будешь к моим знакомым ты не станешь никакой поддержки не будет продукты давать не буду полная свобода в 30 лет мужик сам себя прокормить не может годится ли это я дам такую свободу я говорю ты задохнешься в ней а то я ему не даю свободы он не говорил так ну к этому идет разговор очень просто если дом не будешь обиходить дом тебе подарили будет все гнить естественно мы проведем собрание и до свидания сейчас пишет говорит он говорит пусть рюкзак готовит за романом следом так у того-то две жены было до третью присмотрел говорит а вот его ни одной нету что спрашивать то тот все мог делать а этот ничего не умеет ну и что спрашивать то свобода блудного сына все промотал я над этим четвертый год тружусь учу топор держать гвоздь как забить он ничего не знал и не умел а сейчас маленько где-то требуется а то не знают разговор да как благочестиво у нас одевается нигде нету ты мне одной общины не покажешь ни здесь ни за рубежом это насмешка просто дьявольская сарафан надеть да такие широкие на них надеты платья как у Ирины вот у Андреева она по полу платье не выше 10 сантиметров пола да где это есть маленькие девочки на руках посмотри когда идут занятия ты сам снимал как они одеты благочестиво что он может требовать увидел да на огороде женщины наклоняются и написано ко Христу подходили кланялись еще на каждую залазить что ли с ума сошли а он сказал а что теперь делать да ничего не делать тебе пол бы тебе говорит а бухом и в корзину тебя соблазняет глаз вырви его не написано что надень на женщину железобетонную юбку тебя соблазняет и вырви этот твой поганый глаз не знают что делать Евангелие надо считать то распустили как индюки прелюбодейка идейка там перечисляет вопросы по существу что нам делать мужи братья вот апостолы задали апостолам вопрос задали евреи 2.38 Диане апостолам конкретно покайтесь и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа а сегодня помазал все дар Святого Духа дар Святого Духа где мажет дар Святого Духа никакого Духа-то нету он вышел и закурил табачный Дух обман стопроцентный если никакого изменения не произошло какое рождение-то у меня был здесь архимандрит Амбросий Юрасов он очень известный в России ну и говорит я племянника крестил я говорю а как ну он не верит говорит а я ему говорю давай покрещу да он зачем мне это давай покрещу он говорит а сколько будет ну я не знаю наверное минут 10 примерно так-то он вот так папиросу взял бросил давай то есть пока до следующей папиросы чтобы он не больше 10 минут покрестил мы допускаем до крещения если курящий три года не курит в рот не берет и то еще сколько беседовать будем это надо так поставить что ну даже совершенно безбожник этого не делает все наши православные планку в грязь положили лукавые хитрые и трусливые давайте еще вопрос что-то Борис молчишь-то давай дружок а то расстанемся и не побеседуем больше Сергей Егорович приедет в гости ну что ничего нету тогда молиться и расходиться я Евгения Тропко ждал он пришел фотография здесь а самого нет наверное еще Сергей на молитву зови все кончик 24 я думаю 29 слепой ну все тогда где Сергей-то давайте заканчиваем тогда раз вопросов нету что нету вопросов нету нету так ну вот еще один вопрос ну Женя я тебя ждал хотел спросить 3 глава 1 стих пророка Иеремии в Израиле исполняется нет 3 стих Иеремия 3 глава 1 стих надо посмотреть что там Иеремия 3 3.1 что если мужик отпустил бабу свою на сторону там она ушла она где-то сделалась с чужой женой а потом надумалась их теперь принять он ее может или нет назад говорит не развратилась и вся земля то есть во времена пророка Иеремии это было категорически запрещено ну у светских ничего не соблюдается а у религиозных которые надо у них узнать что там у них вот я не знаю сейчас у меня нету сведений на сегодня но это как раз религиозное это было бы теократическое государство я бы не спрашивал а то государство это мирское государство да мирское сегодня законов как бы поторе сегодня они же не живут поэтому ну все но у религиозных там тоже разврат у них там ну плохо конечно вот сколько времени говорили близко к нам к православному была англиканская церковь перед революцией прям рядом стояли о признании друг друга а сейчас даже разговора об этом нету официально гомосексуалистов ставят свои называемые священники женщины стали ставить священником епископом мы сейчас женщину митрополитом избрали как патриарха сегодня с ними вообще разговора нету англиканская церковь и она стоит улыбается так ну видно эта женщина хорошая но не положено просто она приятно выглядит одета с жезлом но это на сцене я бы поверил а то в действительности а там ниже ее кто-то епископ или кто там благословляет не знаю что там делается принц уэльский там у него свадьба была я посмотрел вот действительно свадьба о небе как они поют потом что приходят благословляют многое можно узнать по интернету похоже она англиканка была ну что все тогда по скайпу если кто не выйдет за полторы недели только после 10 октября если конечно живы будем а занятия будут или Сергей тоже уезжает я сейчас говорил ему на лето занятия везде прекращаются в институтах везде я не буду оттуда нельзя интернет там слабый да да и дорогой за меня вот платят один благодетель по 500 что ли рублей в месяц я даже не знаю я не плачу ни за что везде все оплачивает кто-то я вот все время говорю я мало звоню и вот пройдет месяц кто-то мне деньги бросает ну как наберется 7000 я телефон передаю кто там многодетно они снимают через полгода опять до 7000 накидывают я опять отдаю господь как делает зачем они делают не знаю Игнать Игнать Тихонович прослужил сколько крещаемых ожидается этим летом потеряем ничего неизвестно 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 потому что кто-то говорил а какой результат будет еще больше месяца еще больше месяца понятно ну во всяком случае что-то будет писали окончательная окончательная на последней неделе будет дадим маршрутку что брать с собой чтобы человек не торопился помолимся достойно есть окола истину блажите Тя Богородицу пресно блаженную и пренепорочную и матерь Бога наше честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим без истления Бога слово родшую сущую Богородицу Тя величаем Господи Боже наш всемогущий Создатель Ты сотворил весь этот мир и поселил нас в нем и даровал нам жизнь чтобы мы искали нашли Тебя и вечности были с Тобой ищи за скупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа хвала Тебе распусти нас с миром научи нас помнить о нуждающейся нашей помощи благослови всех болящих и правителей всех стран и дару мира Израилю Россию Украине и Сирии научи нас ценить это мирное время приготовь все необходимое нам для этого лета хвала Тебя за эти занятия благослови брата Сергея и помогавших Ему Тебе Божья слава Тебе хвала Тебе счастье поклонение Отец Сын и Святой Дух Аминь Аминь Спасибо Христос Аминь Аминь Спасибо Христос Аминь Спасибо Христос и